Началось тое, что я назвал «Битвой за Беларусь». И теперь уже ни для кого не секрет, утыблику и для аналитиков, что это действительно реалии, новая реальность, в которую мы уступили. Шанец выстоять, только тогда, когда она буртуется и объедомывается. Каликраина протворяется у крепость. Самая великая и безбека сдача этой крепости – это страда. И самая страшная страда – это страдник-комендант крепости. Один шанец и ротовать эту крепость – это повесить страдников на городских воротах. Иначе нет! Будучи лидер Беларуской социал-демократичной партии «Народная громада» Миколай Статкевич, в 1978 году скончил Минское высшейшее инженерное зенитно-ракетное училище СПА. Служил у Заполярги. В 1982 году Миколай Статкевич вернулся на Радиму и поступил у адъюнктуру Прымин Адукации и Навуки. После обороны диссертации ему присвоили статус кандыдата техничных навук. С 1991 года он читал лекции на беларускай мове. Миколай Викторович з'является кандыдатом техничных навук и подполковником запасу. Еще до распаду СССР распрацавал и опубликовал концепцию стварения беларускага войску, якая была реализована после распаду Советского Союза. На початку 1991 года узнак протесту супраць задушэння танками демонстрантаў у Вільні Миколай Статкевич вышел з КПСС. А 20 жніўня 1991 года ён адзіны з войсковцаў у Беларусі публична выступіл супраць пучуў Москве. За гэты учынак Статкевичу пагражаў растрэл. Каліпсмоўцы перамаглі. Кады ж ён і абвясті ў прастварэння беларускага згуртавання вайсковцаў. Калі спробуваваць радіць такі прогноз адносна нашай будушіне, то нелега выключыць рогоднаць того, што даліше рост соціальнаўнна праужаності може привезти до соціального гавыку, наварта грамадзянскай войны. Гэта горшы варіант развіця падзей. А гэта ў граба выставацца. Мэ вэрым, што такі варіант развіця падзей немавчуны на нашай зямлі. Мэм уведам свой народ. Гэта спакойны, талерантны, вэрмі добры и вэрмі пацавіцы народ. У 1993 годзе Статкевич выказаўся супраць адпраўкі беларускіх салдатаў на замежныя войны ў рамках дамовы пра колектывныю бяспеку. Загэтага, за мэсяц да абароны докторскай дэсертацыі, яго звольнілі з войска. Тым не менш, беларускіх вайскоўцал не адпраўлялі ў гарачыя кропкі. Мэкалай пачаў працаваць на Беларусь, будзім гаварыць думаць пра Беларусь, ті, як там любіць Володімир Мацкевич гаварыць думаць Беларусь, нашмат ранее, чым ата прынята думаць. Мэкалай ёшчы ў сярэдзіні 80-х гадоў вельмі ішчы маладым чалавекам, але трэба разумець, што і спецаўнаць ёго вельмі специфічнае, вайскава ёго спецаўнаць, і тема ёго кандыдацкае, докторскай дэсертацыі булі так само достатково ўнікальныў навод для сё нишніга часу, не кажеш ўже про той час. Ён спецааліст ў теорі і систем, ён спецааліст ў системах керавані, ён спецааліст ў чалавекамашынных взаимодеўніх. Эта такіе на той час, 80-е, пачаў, 90-х гадоў вугалі, па сутнасті нераспрацаванныя, кавалкі чалавеччих ведаў, ну і зараз ўне вельми актуальны. Так оц ён зразумеў, што Савецкій Савецць разваліцца абсалютна непазбежна. Бось, і ён зразумеў, што гэта можа привезці до вельми крывавых сутыкненню, бо ў Савецка Савюза была войска, якоя там, скажем, прыводзілася до прысяги Савецкому Савюзу, да, і, што ёно можа быць вельми лёгка выкарастанна для таго, как спрабываць, утрымаць вот эти центра, настрои, так скажем так, на разрыў Савецка Савюза, што можа привезці до крывавых сутыкненню. І ён пачаў працаваць над концепциў беларускаго войска, тубок над концепциў національных войскав. І найпершы, так, канешні, разлова ёшла пра беларускаго войска. І першы матыр'ял, які ў му вугуле уталуся надрукаваць, вот за этой нагоды ён надрукаваў, каб вам не зманіцю літературе мастаццве, пад псевданімам Сымон Гарабец, ата прозвіше, імя яго деда, як і загінуло на пачатку 38-го года, тубок був репресаваны. Бойсь, так, што, як бы, вы разумееце, яго гістурія, она достаткова долгая. І многі вайсковцы, вот той старой генерациў, і мы булі вельмі здівліны, ну, што, это саправды не прайшло пауз, лічат яго саправды бацькам беларускаго войска. Так, што, вот такіе вот справы. Потім, калі Савецкі Саюз разваліўся, беларускія солдаты былі прайведіны ўжо да прайсягі Беларусі, алі офіцэры заставаліся пад прайсягай Савецкому Саюзу, што стварала коласальну небяспеку. І вельмі довго там апіраліся наше, там, всякі розныя, скажімо, я не хачу называть публічна. Вельмі довго, як бы, апіраліся, не хателі приводзіць офіцэров да прайсягі. І вот тады, яны разам, і жыншым таксама, з апазіція БНФ ў Верховным Савеці, прайнялі рашэнні прайвіцці таку публічну прайсягу офіцэров на вернасць незалежны Беларусі. Офіцэров і офіцэров запасу. А вот эта достаткова знаканітая прайсяга, якая бала прайвіцена 8 вересня 92-го года, па сутнасті, ну, праймусіла улады привіцця до прайсягі офіцэров Савецкай арміі, до прайсягі незалежны Беларусі. Што достаткова істотна для тых, хто заправдай, адшував сібі офіцэрам аніхалу ём. Значна ступені прадухіліла, я лічу, можливая вот эти вот тендэнція, да, захаванні этой агульной так званой країны. Бось, так што Мікалай пачаў, да, Лукашэнкі, ішчэў в Савецкій час, патым пачалося, ну, это, ведайте, калі ідея наспела, то яна адначасово ўзнікая ў розных галавах, да, і вот ўжо ў той час, ў канцы 80-х, на пачатку 90-х, вельмі ў многіх гарнізонах былого Савецкаго Саюза пачалі ўзнікаць суполкі беларускіх вайскавців, беларускіх офіцэров, да, які емаралі вернуцэ до хаты, які емаралі будаваць незалежною Беларусь, ну, і, безумовно, вот эта ідея стварыння беларускаса згуртаванні вайскавців, вона так самы вітала ў паўетры, і аб'явлена, ну, тубок праця падрыхтовча віласся, а аб'явлена было аб стварынні БЗВ, як аккурат падчас ГКЧП, якалай зарабіл ўта аб'яву на площу незалежності, але ішчэ до таго, як эта аб'ява была зроблена, ось ці хлопці, ось ці молоді, майори, полковніки, подполковніки, там, да, і вони зробили неможливе, і вони по сутністі, ну, я інші раз гаварил, просто так, що це був такі день, якого б хапила, як оправдати цілу життю, і вони тоді зробили стойки, і вони, по-перше, організували назиранні, і заблаковали по сутністю все військові відчастки військові. Ну, вот, я зараз-то, я не бува цілу світкам, тому я можу тільки узгадувати те, що мені узгадувається, як ви розумієте. Вось і базове, яке вони тоді створили, ну, на великий жаль, більш із ціх офіцеров, ну, вони розуміли, що так буде, бо це було іші Советський Верховний Совет, це були, більш із ціх офіцеров, були звольні на ухудкім часі з війська, ну, але я не ведали, шо на на це ідуть, на сам рач, то іші час, это іші 92-й год. Вось, але, але запачатковали беларускую армію, плюс, їм тады удалося дамахчыся, при підписанні дамовы об колективній, як это, організація колективній безпекі, што беларускі військовці не будуть притягаваць до боявых дзеянню паза території Біларусі. Літеральна, ну, літеральна, може, год 5 тому назад Лукашэнка тіхай сапай скасаваў эту, ну, скажем, рымарку, агаворку спеціальну, якая присутнішіла в этой дамове. У 1995-м Миколай Статківіч был абраны старшынём беларускай соціал-демократычной громады. А пасля аб'яднання соціал-демократычной партэй народной згоды і утварэння беларускай соціал-демократычной партэй народная громада стаў старшынём апошній. С 2003-го года Статківіч з'являецца лідарам европейской коаліції. Йон Тройчы ў 2006-м, 2011-м і ў 2020-х годах прызнаваўся вязням сумлэння. Миколай Статківіч з'являецца ўладальнікам прэміі Вілі Бранта за асаблівую палітычную адвагу, а таксама атрымаў прэмію Юр'я Захарчанкі пад назвай «Заткрытым забралам». Юн чалавек сваўу слову. Я не памятаю, напрыклад, такіх сітуацій, каб юн нешта паадацала, альбо нешта сказала, і пасля гэтага слова не трымаўся. Таість ўта гэта прэнцыповасць, это, мабыць, адна з такіх рысав ўго характэра, яка ўельмі вызначаная. І ў 36-го ён ён ёжу былу падполковнікам, ёху докторская праца ўже была написана, і ён павінін был празнікалькі тыння ў ёе абраняць. Але, гэта был падшатак дзеліностых гадоў, гэта был развал Савецкаа Саюза, была спроба к путчу, былі вельмі мутные часы. І мэй бацька пў гэтае часы, ён пачал цікавіцца палітыка ён заснаваў беларускай згуртаванне вайскаўцаў. У ягу ёсць сапраудыннік, які аз дзеліності, які адрозніваюць, ягу ад іншых. Напрыклад, зеліності павесці за сабой людзей. Я лічу сапрауды, што ён вельмі харизматычныў лідар. І ён ўстані ўзяць адказнаць таксама, за сваўдзейнаць. Ну, дзелі мяне, безумовно, самы родны, самы блізкі мне чалавек. Эта чалавек, за якім я заусюды глядела, і, вельмі, спадзяюся, буду глядзець ў адзін бок, за якім мы палавінкі аднаго целага. Микалай часто кажа, ёго ёсць тако ёсць такоўлюбімая прыслов'е, «Бог не адну пару лапцёй стаптаў, пакуль пару сабраў». Ну, можліва, это наш выпадок. Наше знаўство было, якбы, падрыхтаванная маімі сабраме, бо это якраз був пашатак 90-х годов, і вот у нас так пачыналіся нікі рухі молодзівэ, пачыналіся нікі спадзіванні, жыцць ўдарыла кожны дзень новая надзеў, што справду у нас все атрымаецца, і эта краіна будзе такой, пра якую мы марли, альба тучкі пачыналі тадэ шамарыць, да? І мы збіраліся вельмі часто в Саюзі пісменнікаў, дзе там працавалі наші сябры, і там збіраліся вельмі розные людзі, аль апантаны, і дзе, і беларушчыны, і мені просто пратрубілі ўсі вушы тэм, які ўсць такі класны хлопецы, по-перше, про стварае мае, а то базаве, по-друге, про класнае хлопца, Миколай Астаткевич, як я гу там стварае. Ну, а я ніколі нічого вуголі на веру не бяру. Мені треба меть абсолютно власне меркаванье, так што, так што я, канешні, слухала, гаваріці, гаваріці, да таго, вот до нашого знайомства сабістага. І, ведэці, я не празмагарскі настрой, а пра ярко-блакітнае боч. Ну, а наше ставлення до таго, што трэба робіць, і наш агульный життёвы прынцэп дзелай, што должна, будь, што будзе, і он, як бы, дазволів нам, ну, як, глыбей пазнайоміцца. І зразумець, што ў нас, саправду, більш агульнага, што можна було б сабі уявіць. Што тэчыцца, там, яго асабістых чалавічых якасців, то, мені, яны, здаюцца, таксама, выключнамі. Эта не толькі вельмі мужны, вельмі смілы, вельмі мэтанакіраваны, вельмі-вельмі таліновітый чалавік. Мені часто, мені часто бувае сумна, калі я, вот, на працягу доўгіх гадоў, назіраю, ну, спроба навешаць на Микалая, пасуднасті, ярлык, вулічнага байца. На сам рэч, ну, ата праніжае ягоя лічу, і в значнаі ступені праніжае атых людзей, які ата робять, бо, пасуднасті свечу, шо нормальныя, чалавеччая, шляхетныя паводзіны, чамуські, здаюцца нечым, там, незвычайным, там, ну, мені ата сапрауды, вельмі дзіуна. На сам рэч, он просто вельмі мужны, як я ўже сказала, чалавек, і он просто чалавек, як і вельмі любіць Беларусь. І до того ж, вельмі піракананію тім, што любія каштовністі, каштують ровна столькі, колькі людзі, гатавыя за їх платіць. Вот я думаю, што это, ну, две такі рэчі, які визначаюць яго ліс, які визначаюць тое, што ён робіць, чаму ён не здаецца. Відаець, у Ладімер Прокоповичнікляєв нікалі сказав, ну, так, у нашій сябровській там розмові, каже, у Микалая єсь адна самая каханая жанчына, не крылдіся Марына, это жанчына Беларусі. Вось. І, власна кажучи, шо я на це доказываю, вот, уже, ну, многімі-многімі гадамі, пасутнасті палавы, як мінімум свайго жыцця. Вось. І, і шо одна, ну, вельмі важная для яго рэч, это, я уже її назвала, так, любія каштовнасті, каштуюць ровна столькі, колькі людзі гатовыя за іх платіць. Пасутнасті, і он сваім, калі хожыць, і прикладам паказывая, што каштовнасті, свабодной, больной, незалежной, суверэнной, шчасливай, прыгожай Беларусі, яна вартая таго, каб аддаваць зео, не толькі гады жыцця, але і саможыццю. Наога ў Беларусі она розная. Будуче, європейська, демократичная Беларусь і агресівны тупы совок з репресіями і діктаторській уладай. Першую Беларусь увасабляє Статківіч, і он герой. Коли мені задають вопрос, вийду ли я знову, там, не боюсь, ти стільки переніс і так далі, це вопрос людей, які мене не знають. Але мене знають дуже багато. І Лукашенко мене знаєть. Ти мене знаєш. Пасіонар. Будемо воронити Беларусь. Будемо рихтовати себе і своїх близьких і сяброў. На нас лежить гэта відказність, на тих, хто не боїться, як Беларусь жила. Але випевнені, я маю надзію, я маю випевненість. Ми не одному нашу країну нікому. Беларусь буде жыць. Живі Беларусь! Патріот. Гарант демократичних змін, які аддаў ўсё сваё свадомае жыцьо для побудовы незалежной, квітнеючай Беларусі. Протеста делается актуальна в период президентських выборов, когда диктатор имеет полномочия президента, функции и название, потому что это значит, что если мы не протестуем, его полномочия, его власть над страной, незаконная власть, продлится ещё пять лет. Второе. Если мы не протестуем против власти, если мы не оказываем на её давление, то она усиливает своё давление на общество. Если бы не было всех этих десятилетий уже, к сожалению, протестов, то, может быть, беларусы уже ходили бы с троем в одинаковой одежде, одинаково постриженные, и работали за какой-то жалкий кусок хлеба. А другую увасабляя Лукашенко, злочинец, які незаконно захопил Уладу, физична знищая своих суперников. Лукашенко – здрадник, які продал незалежность Беларусі для ласной, одноособной Улады и фактична сдал краяну Путину и утягнул Беларусь у войну супрать Украины. И если бы за шесть часов до операции не был нанесён превентивный удар по позициям, четыре позиции, я щас покажу, карту привёз, они бы атаковали наши войска, Беларусь и Россия, которые были на учене. У целым цікавы той факт, што па некаторых дадзінах Лукашенко з'являецца падполковнікам, як і Миколай Статкевич. Путін – полковнік, обіщал мне полковніка присвоїть, до сих пор не присвоїл. Ну, полковніка кого можат присвоїть Путін? Российська армія. Але калі параўновулаць гэтая дзве асобы, то Статкевич – сапраудны вайсковець, кандыдат технічных навук, якому з-за ягодзейнасті не далі абараніць докторскую. А наогу ён шляхціч па народзінах… Николай належыць да двух старых вельмі годных шляхецкіх родаў. Эта рода Валатковичаў па маці і род Статкевичаў, Стэцкевичаў, як, ну, там жа нюансы написання прозвіша, па бацьку. Або два рода адзначавіся ў історіі Веліка Гняства Літовскага. Яго, не веду, пра-пра-пра дзет з боку маці, Мартін Валаткович, був секретаром статута Веліка Гняства Літовскага. А адзін з яго проткаў был паслом у Московію да Ивана Жахлівага, прычым он так раззлаваў своей там непакораю от Ивана Жахлівага, што забіць пасла тоў нездолю, але загадаў, не даваць яму есті да межо Московіў. Ну, табу, кэны былі затятыми, а ўсіх там нема ведамо яких пакаліннях. Ну, а адзін ісчас прамых Микалаевых проткаў па лініі бацькі якраз був галоным фундаторам разом своя жонка і Мінска Петропавловська сабора. Так што іх след ў історій Беларусі достаткова вялікі і значны. До того ж не так даўно мы, ну, як не так даўно, ну, ў межо гістарычных, канешні, праўжаючы пауз не азвіш, мы звернули увагу на вёску Сацкі Ліпкі, Сацкі Ліпкі. Микалай якраз прачтаў архівах, што адзін з яго проткаў меняўся с радзівілам і зямлёй, бо их маўн так був в Сацкі Ліпках, а радзівілав і знач па меняўся вот этым маўнкам па днясвіжам, які прамыкаў да землю радзівілла на Аслуцкі землі дядалей, пазній жыл. Ну, іхалі народу. Эта булі ваяры безумовна, гэта булі людзі які, як б сказала так, державныя мужі, да, хрыстіяні. Ну, я вот эту частку гістарі вельмідрэнна ведаю, але на вельмі кароткі час іны падтрымалі московскаго цара за православнай веры, до якой належалі. А ну, і па там довгі гады якраз свой, аты неправильны выбар, скажам, достаткова адпрацовувалі, я б сказала, безконца ваюючы з московскім. Можна сказати так, што это працяг таго, што робілі яго проткі, на працягу, ну, нєкакіх, як мінімум, стагодзів. Там 10 тисячі шістсотні, які тридцатий год, здається, перші, ось ці згадкі, што там прадавалі майонткі, там міняліся. Ось. Але, да, ці людзі, ну, да, і вони завсюди притримліваліся адной веры, і завсюди притримліваліся, завсюди були державніками, я б сказала, ось так. Державніками, ваярами, да. Це, ну, то, як модно сказати на генетичному зрувні, да, на підкорці, на зрувні, саправді, гістарічній пам'яті, пам'яті рода, пам'яті протків. Так. Узначна вільми ступіння. Ну, што ніяким чином не адмовляє, саправді, масштаб його особи. Рыцар пажиті і оборонца сваєй радіма. Геларусь, ми показуєм тебе, як ділаць. Саме главне, што ви зделали сьогодні, підписались ногами, ви прийшли сюди. Ви показали, що ви не скоти. Ви показали, що свободні люди. Беларусь, беріть пример з цих людей, з цих героїв, які прийшли першими, коли було ще неизвестно. Саме главне, навіть не то, що ми говоримо, не то, що ми підписали, просто ми прийшли. І це найважливий знак і сигнал за цей банди власні. У той час, як Лукашенка, гэта прастосаванец, недавук, як і зрабіў кар'єру камсамольськага працівніка. І он небыта спіціаліст широкага профілю, пра якім развалілася країна. У нас зарплата ниже, пенсії ниже, цены выше. Почему, якщо у них, якщо верити цим людям, в цих европейських країнах постоянно наводнення, снегопады, кризиси, развалы, обвалы, революції, вони живуть лучше. А у нас полна стабільність, стабілізість, оппозиція не мешає, все хорошо, а живем по сравнению з ссоседями, все хуже і хуже. Лукашэнка хітры, помслівы кар'єрыст, які, прайдучи до влады, адразу пачаў зніщаць біларускіх лідараў. І пры гэтым ён ганарыцца тым, што ёнапошній дыктатор Європы. А яшчэ Лукашэнка рускі са знакам якасті. Біларусы та рускі са знакам качыства. Я ішчо 20 с лишним лет тому назад сказав. Лукашэнка лічыць Статкевича сваім асабістым ворогам і ў ненавідзіць ягоя шчэ з пачатку 90-х, калі Лукашэнка стаў дэпутатам Верховнага Савету. А Статкевич арганізаваў беларускай згуртаванні вайскоўцел. Усе 28 гадоў Статкевичу довелося не просто змагацца за Біларусь, а змагацца з гукашызмам, які аплёў сваімі шчупальцамі ўсе сферы жыцця ўкраіне. Лукашэнка не допустіў Статкевича на выбары ў 2001-м і 2006-х годах, сфабрыковаў кримінальныя справы і пасадзіў яго. У 2010-м годзе Статкевич змог стаць кандыдатам. Я задаю вопрос человеку, кандыдату, каторый пабоялся сюдап прийти. Человеку, каторый занимаў пост президента нашей страны. Есле верить БТ, ў тебе заоблачны рейтинг, а ў нас ниже Плинтуса. Тадда, чего ты баюшся? Чем праблема? Праведи честныя выбары і дакажи всем сваў преимущество. Але пасля плашшы отрымаў самы жорсткі прысу. ШЕСТЬ ГОДОВ. Я оказался на, если быть точным, наверное, да, где-то на 4 года и 8 месяцев местах лишения свободы. Я голодал 24 дня в СИЗО. Это был тоже удар по здоровью. Меня там пробовали по-всякому. Я тоже прошёл всю пенцитарную систему, все апрелиси, всё, что там есть, всё было против меня использовано. Для тех, кто понимает, две крытых. Да. Но я знал, изначально на что я иду. Я смотрел на этих кандидатов, типа, думал, вы что, вы не понимаете, куда вы лезете? Вас ли там или сломают и выставят, не знаю, бог знает кем, и выставили. Или вы попадёте в такую мясорубку? Я не считаю себя жертвой. Я осознанно шёл на это. Единственное, чего я боялся, и они свидетели, потому что я говорил со своими близкими, и мой брат спрашивал, сказал, Николай, брат, чего ты боишься? Я сказал, я боюсь, чтобы не было крови, чтобы никого не убили. И когда я узнал, площадь закончилась, все живы. И я был счастлив. Я лежал побитый, голодающий, я плевал на эти попытки подписать какую-то любую бумагу, и я чувствовал себя, что мы это сделали. Ещё, конечно, было жалко очень этих людей, тех, которые били стёкла. Я не считаю, может кто-то провокатор и начал, я не знаю, это были случайные люди, но они имели право. Говорит, законное основание, кто-то говорит, Лукашенко дали силу применить. Законное основание было у них, потому что Беларусь является членом ООН и подписалась под всеми декларациями, признаёт их выше закона. А в декларации ООН о правах человека нации сказано, что если правительство незаконное, если оно наносит вред народу, если оно не проводит честных выборов, народ имеет право его смести. Я в суде, моё последнее слово я говорил, да не смею, да что, да смешно. Он в миллиарды ворует, опять страну, власть украл, захватил. Ему пару дверей разбили, да молодцы, герои. И я этим людям сказал, которых, я их ни разу не видел до этого, которых посадили типа подельники, я им сказал, ребята, осенью, это было в конце весны одиннадцатого года, осенью, вы будете на свободе. Я счастлив, что они там оказались. А я был готов ко всему этому. Николай живе, свое життя, навод, калет и життя за кратами, у ягу абсолютно, поверьте, немовольного часа. И он не только там займается спортом и так далее, але, ну, он самодостатковый. У ягу в свою и власной голове есть стольки, что ему не страшно там знаходятся одиночцы годами, на дворот, вот он зараз как раздамагается одиночки, власно кажучи, потому что он доброведая, деля чаго, ему подсаживаются камерники, это заусюда провокация, это заусюда як минимум лишние в уши. Ну, а в принципе, там не бывая выводковых людей, скажем, а в 2010 годе было написано некальки доносов, типа того, что вот Статкевич в камере признался в злочинстве, какое он там ажик тявил, альбо, а какое я ажик тявила, ну, такие вот речи. И он лечит в этох и власной безпеке, и безпеке близких, как вы разумеете, что ему лепить находится одному. Причем, ну, я ужаху на самом речи, тому, что, ну, я каже, ну, ну, як это можливо, ты и так уже вот стольки часу один, он каже, я подумал, я вытрываю, кольки треба, тубок я, мне есть про что думать, что анализовать и так далее. Так что, так что, он не трымается, он живее, и он, еще раз скажу, лично, что это яка штовность, яких он протрымливается, они варты от того, как за их змагаться, любым способом. Прастись к Заходу, и он вышел на волю, гэтак, и не написав, шепрашэння про помилование. Живее Беларусь! Живее Беларусь! Живее Беларусь! Живее Беларусь! Безумовно, за лишнее сказать, что я не написал ни какое прошение, ни когда интервью был этого. Дякую вам! Пиздавьте, пожалуйста! Герой! 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 Видите, когда Николай вышел в 2015 году, вельми часто, вельми часто, летний каждый день до нас подыходили на улицы люди. С невероной, изтомленной люди говорили, а вы никуда не уедете? Кали ласка, не съезжайте, не покидайте нас. Як вы думаете, можно съехать после этого? Нехай себе эти люди там забылись и знайшли себе новых там альбо инших хумиров там, да? Николай Николе не хотел быть ничьим хумиром, скажем. Ось. Але, ну, той довер и он дорогого каштует. У 2020 годзе Статкевичу не дали балотавацца, парушувши Конституцию. Але праца, якую он вёл с 2016 году, выйдучи с турмы, дала свой плён. Я взвертаюся до патриота Беларуси. Вы ведаете, что отбываются с нашей краиной опошки 26 годов. Вы ведаете, что банда во власть изнишая всепарстки национального. Вы ведаете, что она зарубилась нашей мовой, як она змагалась с упрот нашей историей, як она залезла в полную залежность от России. Лукашенко заморозил нашу краину. Она покрыта льдом, и под этим льдом гиня всё, что поспело провосил в початку 90-х национального, белорусского, соправданного, историчного нашего. Зараз, на гэтэ типа выборы, Лукашенко реально не пропустил неводного патриотичного кандидата. Я залечиваю себе до таких. У меня была группа 3000 человек, коли он не поспел и я зарегистроваць за этой типа судимости. Але, зараз у нас есть уникальная макшимасть взломать гэтэ лёд над Беларусью. У неделю 31 травня в 12.00 в центрах областных центров и в Минску, каля Комаровке, отбудутся пикеты митинги. Редкая легальная макшимасть собраться разом и сказать про свои проблемы, про то, что мы живые в темнику, про то, что Беларусь живая. Я закликаю патриотов. Ким мне сейчас засталась вера, энергия и силы. Скористайтесь этой большинностью, придите туда. Сябры, есть уникальный шанс, драматичные измены непозбежные. Они все ровно будут, али только от патриотов Беларуси залежит. Куды пойдет ситуация, али она пойдет туда, куды мы поведем, каля с долем. Будь маразом, гортуйтесь у боротьбе. Силы заявляются только у того, кто смагается. Без смагания мы не вратуем Беларусь. Живи, Беларусь! Беларусы обудились, изломали лед, что сковал Беларусь. Однако Лукашенко уже пообедил Путину Беларусь на взамен на его лояльность. Беларусь должна была стать плацдармом нападу на Украину. Лукашенко начал отхилять своих суперников еще в самом начале выборной кампании. 29 травня с пикета выкрадены Сергей Тихановский, поплечник Миколая Статкевича и один с кандыдатом протесту. 31 травня 2020 года о полове 13-й на улице Маяковского в Менску люди у цивильным на микроутобусе заблоковали машину женки Статкевича Марыны Адамович. У вынеку был затриман Миколай Статкевич. У затриманни не брау у дел неводный милициянт у форме. Як распавела радия Свобода Марына Адамович, мы ехали з дому у лошицы усе правилы дорожного руху микроутобус пераградзил нам дорогу. Прямусе успынится. Люди у цивильным вырвали из машины ключ запаливания, вытягнули Миколу и повезли у невядомым керунгу. Так, с двух сторон. Так, приставьте. Простите мою машину. Приставьте. Назовите себя. Так, что-то, что за губники такие? Дай, приходит. Забрал ключи. Забрал ключи. Забрал ключи. Сергей Тихановский и Миколай Статкевич лауреаты премии Сахарова. И они обо два отрымали самые великие и жорсткие присуды. Тихановский 18 годов позбавления воли, а Статкевич 14 годов особливого режима. Что означает утримание у закрытой турме для смяротников у самых страшных и тяжких умовах. Это уже четвертая криминальная справа. Четвертая. Первая была после марша воли в 99 годе, когда протяг этих самых терминов Лукашенки, когда это была памятная не Мига, а Першамайская, когда нашим ударили в спины, народ не побег развернулся. Да, это до речи вельми показально. Миколай часто узгадывая одного соратника Вилли Бранта, за яким он мил такую разнову долгую вельми. На початку Лукашенковского первого термина, только 95-96 год. И калі Николай рассказал, что отбывается, то сказал, что ну калі вы не справитесь в ближайшее некальки год, то это будет очень долгий шлях. Мудрый старый немец сказал, что это будет очень долгий шлях. 24 лют 2022 года Путин начал войну против Украины. Лукашенко стал соучительником войсковых злочинствов, а Беларусь была утягнута в войну против Украинского народа. Часть вражеских формирований ворвалась в Украину со стороны вашего государства. Враг зашел в наш дом через Украину белорусскую границу. С территории Беларуси к нам едут танки, наносятся артиллерийские обстрелы и ракетные удары. Десант и бомбардировщики используют ваши аэропорты для атаки на нашу страну. Украина сдерживает агрессию двух государств Россия и Беларусь. Ваши преступления губят будущее ваших детей. Они вам никогда этого не простят. Не будьте безразличны. Ваши молчания это согласие на убийство. Не верьте вашему правительству и телеканалам. Украина никогда не была врагом. У Беларуси не знайшлося неводного вайскоутца, неводного лидера, який змог заменить Миколая Статкевича, капсу предстоять Лукашенко и продухилить фактичную аннексию Украины российскими агрессорами. Глядя на Украину, мы понимаем, что там разворачивается сценарий, нереализованный на нашей земле. Когда задаем вопрос, а что было бы с нами, пожалуйста, смотрите на Украину. И мы понимаем уровень угроз, активность которой всего лишь сместилась на территорию соседней страны. А ли беларусы не сдалися? Супротив по ранейшему протягивается. Беларусы створили уластный полк в складе Узбройных сил Украины. Партизаны у Беларуси перешкоджают пересовыванию российских войсков, пересылают выведадены оголовному кированию выведки, да помогают Грашима и акциями украинцам. Во Украине воюет некольки поплечников Миколая Статкевича с народной громады. Статкевич упэлнены. Перамога Украины непазбежная и она вельми худка зменит ситуацию у Беларуси. Крамя таго мало хто вельми узгадывая, а практично никто не узгадывая, что он выключный аналитик, что он человек с незвычайно широким круга глядом и просутности энциклопедычными ведами. Вот зараз уже два годы немаючи ниякой там серьезной информации, да, крымя там вот этих державных официозных парочки газеток уже опошлый час, навэт немаючи нашого чудовного телебачення, альбу хоть якого-нибудь радую, окрямя музычной программы, йон надзіва докладна вызначае падея, які зараз відбываюця ў свете і робіць докладная прогноза того, як яны будуць развівацца. Мене уражувае тое, як он бачить этот свет, скажем так, як он аналізуе. І при гэтым йон протягвае верыцю людзей, протягвае верыцю украину і протягвае верыцю тое, що перемога абсолютно непозбежна. Україна, коли сутыкається значно більш мостним ворогам маю шанец выстоять, тільки тоді, коли она гуртується і об'єднується, коли країна протворається у кріпість. Самая велика небезпека встачи этой кріпости – і самая страшна здрада, коли здратник коментант кріпости, коли он лізить прайомні перамови, коли за гроші встачь кріпість. Тоби один і уротування, один і шанец уротування ту кріпість – це повесить здратника на городських воротах і на шві. Шановні шабри, об'єднується білорусів зараз може тільки одне – піроміни. Піроміни до репшого, до нормального життя, у нормальні незалежній вольній країні. Зараз подавляюча вольчість збілорусів хоча піроміни. Хоча, як гэта улада сійшла. Ми тільки тады здаєм уротування нашу країну, коли ми об'єднуємся більшістю. Ти, хто за лєбші житця, ти, хто за тоя, як лукашанка сійшоў, ти, хто за незалежність. Шабри, як Білорусь жила, ми павінны адкіліць злодія, здрадніка і забоецю ад улады. Жила, Варусь! Жила! У сваім апошнім слові ў судзе Мікалай Статкевич сказаў, не трэба прапановуваць грошы за наше вызвалення, таму, што потым будуть новыя закладнікі. У 10-м годі, в 11-м даруйці, падчас апошніга слова ў судзе пасля выбара 10-го года, ён звернуўся публична, звернуўся до дэпламатов, які этады сядзіле ў зале суда. Ён сказаў, не трэба прапановуваць грошы за наше вызвалення, не трэба гандлявацца с этим режимам, інакш будуть новыя закладнікі. І ад гэтай думкі ён даруйці ніколі не адступал. Я вам толькі што процэтовала, што літерального адным з недавніх листовын написаў, што падобна, што ў Європі ўёсь любіцелі хадіць па граблям, да, тубу, які і знову хожыць пачаць гандль з лукой. І знову Чарговы, там ўже не ведаю, каторый раз паутарыў сваю васнову, што гэта грабіць неліга, таму што заўсёды. Ну, што рабіла гэтай, што рабіла гэта влада? Безконца спрабавала, а што ёсчэ можна, да, які ёсчэ там агульна чалавечыя, я ўжо маучу пра юрэдычныя там, нормы, правіла агульна прынятыя, да, альбо падпісаныя нашам дзержава і признаныя, можна парушыць, і што нам заэта будзе? І, калі аутарытарныя рэжымы застаўцца безпакаранамі, па першы, як вы, сёння цюдовна это бачам, ситуація пагаршайцца с кожным крокам, да, а падругой ў іх з'являюцца наступнікі. Я зараз кажу так, всі гаварыли, што это апошні дэктатор Європы, але гэта був не апошні дэктатор, гэта був експериментальныя абразец дубок. Спакуса-та якая цюдовная, да, працягнуць ладу, павяліччыццае, зробіццае безконцай, да. Відайте, це вельмі цяшкае питання, гісторія не веде, як ви розумієте, умовна галаду, да, а я думаю, што можлива, што можлива, Україна отримала эту пирадышку, дякуючы білорусским протестам двадцатого года, можлива, што вайна почалась абраній. Можлива, і нам гісторія Білоруссі могла бать більш кривавай, пусть, але, ну, при любых кампаніях, там, прибрать Миколая, это, здаецца, було літні головній задачі нашої влады. Ну, відаеці, для Миколаїв завсюди, во всі часы був вельмі важным особистый гонор ігодність. Це тое, што чоловік не може, не павінін стратіць, не павінін проміняць свой гонор на нікую там плюшку. Вот это для його завсюди і він завсюди пра любых умовах, калі высачыли, казаў, я свай перакананні не міняю, да, я ніколі гэтага не зраблю, ні яких прашэнняў на імя там, тых, хто узарпаваў ладу, і я ніколі не падпішу, шагоб мене гэта не каштавала. Так, саправды, жыць свой лёс, да, і нести свой лёс, свай перакананні, это на шмат тяжэй, на шмат більш складана, чым плыць па течэнню, чым, там, схіляцца перад любой уладай, ну, але, ну, это годны шлях, і, і Мікалай аго выбрал, пратрамливаецць ўсё. Будзям баранець Беларуць, будзям рыхтаваць сябе, і сваіх блізкіх, ки сяброў, а на нас ляжыць гэта адказнаст, до тих, хто не боіцца, ка Беларуць жыла, а не ўпэлняны, я маю надзею, я маю ўпэлнянсь, мы не аддамо нашу краюну нюкому, Беларуць будзе жыць, жыве Беларуць! 27-го Снежня ўсваім фейсбук ўжонка палітвязня Микалая Статкевича написала, гэтая святочныя дні, напаўненае чаканням дзиоса, у Микола Статкевич праводзіць ўшыза. Чарговая спецапірацца вірагодна, термін пакаранням не невядомы, допускаю, што пастараюцца захапіць ўсе святы, а тоя шо одзіночцы адзін метр натры можа расслабіцца, святочны настрой адшуть, так і ўявляю шыковны святочны стол на адну базавую, якую, дарэчы, яму не кожны месяц ўдаецца атоварыць за шыза. На наступныць карыстацца сэканобленым не дозволяюць. Агулам гэта ўжо не мэньш, чым 21-е спагнанне зліпеня. Дахваробы па лаучасу, гэта азначае два месяца з чатырох на той момант, Мікалай правёл ўшыза, не скардицца, іронізуя. Наступны ліст, як мінімум прапушчу зза шыза. Ну, крыху палянуюся пэлны час, а то кінуўся трэніравацца. Ну, і традиційна пранадзённая. Трвожыць рост актывнасті галовнага саюзніка адносна нас. Калі памятайш, падчас спаткання ўгомілі аказал табе, што каля новага года яму трэба будзе вызначыцца з уласным палядычным лёсам, бо ў Саковіку прыйдзіцца агалошваць гэта. Таму рызыкі для нас узраслі. А яшчэ Мікалай папрасіў перадаваць віншаванні ўсім прыстойным людзям і особливо тым, хто патрэмливая нас палитвязню. Вось перадаю. Агалошваць гэта.